Всем привет, с вами канал Девайс. В сегодняшнем обзоре мы разбираем топ 8 лучших процессоров с бюджетом до 10 тысяч рублей. Разумеется, тут будут варианты как от Intel, так и от AMD, причем под различные задачи. И в зависимости от ваших требований вы сможете сделать наиболее релевантный выбор на основе этого видео. Так что рекомендую смотреть до конца, ну и не забывайте поддерживать канал своими лайками, подписками и комментариями. А чтобы YouTube исправно вас уведомлял о новых выпусках, нажмите на колокольчик уведомлений. А теперь начнем. Первый в списке процессор от Intel из младшего семейства, модель Core i3-10100. В сообществе пользователей его можно было бы назвать спорным, во многом из-за слишком высокой неконкурентоспособной цены в первые дни релиза и нового сокета, вследствие чего подобрать подходящую материнскую плату за адекватную цену некоторое время было сложно. Впрочем, недовольство пользователей при смене сокета прослеживается всегда. По характеристикам это 4 ядра и 8 потоков с максимальной частотой 4,3 ГГц. Техпроцесс 14 нанометров, некоторым он может показаться морально устаревшим, но Intel редко что-то меняет в этом плане. В новой сокете LGA1200 на данный момент уже имеются различные бюджетные платы на H410 чипсете или на более дорогом B460. Цены не так уж и кусаются, другое дело качество этих плат, пока отзывов мало, так что какого-то фаворита среди недорогостоящих плат нет, чего не скажешь о топовых решениях на чипсете Z490. В целом камень неплохой способен тянуть большую часть однопользовательских игр, однако сейчас лучше не апгрейдиться в силу невыгодности. Аналогия прошлого камня, но от AMD. Цена практически та же, но по характеристикам имеется небольшое превосходство. Это третье поколение без встроенной графики, кодовое название Matisse, используемый на данный момент в техпроцесс новейший 7 нанометров. Ядер 4 потоков 8, максимальная частота 4,3 ГГц. В отличие от прошлой модели, тут практически в три раза больше кэш-памяти третьего уровня, что дает о себе знать в процессорозависимых играх типа PUBG. Расчетная мощность та же 65 Вт, так что этот камень без проблем можно брать даже под самые дешевые материнские платы на базе чипсета A320, но разогнать его тогда не выйдет. Как отзываются пользователи, по уровню его можно сравнить с AMD Ryzen 5 3600. В целом это можно назвать правдой, но стоит понимать, что в некоторых тестах у AMD Ryzen 5 3600 будет преимущество за счет большего количества ядер. Тем более кэш третьего уровня в два раза больше, что обеспечивает еще более гладкий геймплей в загруженных играх. Но что касается непосредственных тестов в играх, превосходство все же на стороне Ryzen 3 3300X, хотя нередко разницы практически нет. Так что имеется огромный смысл брать сейчас этот камень, пока он не стал слишком популярным и более дорогим. В особенности такой выбор актуален, если вас интересуют только лишь игры, но не работа в профессиональном софте. А вот среди девятого или восьмого поколения Intel есть куда больше выгодных и до сих пор актуальных вариантов. Например, Core i3-9100 или его более популярная версия с маркировкой F, то есть без встроенной графической системы. Однако разница в цене существенная – около 2000 рублей, поэтому большая часть людей покупает именно урезанную версию, тем более что графика от Intel теряет всякий смысл в сборках с дискретной видеокартой. По характеристикам все не так уж и плохо. Четыре ядра без многопоточности, но с высокой максимальной тактовой частотой в 4,2 ГГц. Объем кэш-памяти 6 МБ. Это очень хороший выбор под какие-нибудь офисные, домашние или даже бюджетные игровые сборки на базе материнской платы с чипсетом H310. Из достоинств можно отметить низкие температуры, особенно на фоне тех же конкурентов от AMD, где с этим наблюдаются проблемы в случае с боксовыми кулерами. Смысл брать этот камень сейчас есть, но точно не в качестве апгрейда с более старой платформы. Логичнее всего использовать Core i3-9100 или 9100F в офисных и домашних сборках, в которых не предусматривается апгрейд как минимум на несколько лет вперед. Востребованы сейчас и более дорогостоящие в прошлом камни. Выпуск в производство новых процессоров всегда положительным образом сказывается на цене старых. Обычно наблюдается сокращение в цене на 20-30%, что чрезвычайно выгодно, так как за какой-нибудь год процессоры не успевают серьезно устареть и остаются более чем актуальными. Ровно такая ситуация сейчас со всем вторым поколением Ryzen. Например, Ryzen 5 2600X, который является немного улучшенной версией того же камня, но без маркировки X. По характеристикам тут 6 ядер и 8 потоков с максимальной частотой в турбобусте 4,2 ГГц. Однако при нагрузке на все ядра частота будет где-то на уровне 3,9 ГГц, что тем не менее является очень хорошим показателем для этого камня. Кодовое название Pinnacle Ridge. Техпроцесс 12 нанометров, TDP больше, чем у обычной версии. Многие пользователи задаются вопросом, в чем вообще разница между Ryzen 5 2600 и 2600X и есть ли реальный смысл переплачивать. Если говорить кратко, то фактической разницы нет. Единственное отличие заключается в том, что Ryzen 5 2600X имеет большие частоты, то есть он разогнан с завода, так что в стоке можно увидеть небольшой прирост производительности. В общем, если вам не хочется заморачиваться с разгоном, более чем логично брать этот камень. Но в случае, когда бюджет совсем не резиновый, возможно лучше самому научиться разгонять, тем более, что в большинстве своем этот процесс элементарен. И разумеется, стоит сказать про обычную вариацию процессора, который мы только что разобрали. Все характеристики, кроме TDP, такие же. В стоке, как я уже сказал, этот камень уступает Ryzen 5 2600X, но всего где-то на 10%. Если же брать эти два камня и разгонять до одинакового значения, например, с множителем 41, то разницы практически не будет, так как по сути своей эти процессоры одинаковые. При этом разница в цене в районе 1000 рублей, поэтому если вы, например, собираете компьютер своим родителям, или вы сами не хотите учиться разгону, и при этом готовы заплатить за сервис разгона с завода, можете смело брать этот камень. Думаю, перечисление показателей синтетических тестов не о многом говорит большинству пользователей, так что возьму в пример результаты в некоторых играх. В World of Tanks в среднем где-то 113 фпс, в Watch Dogs 2 46 фпс, при этом у Ryzen 5 2600X прирост всего на пару кадров, что говорит нам о том, что в играх, где важнее количество ядеропотоков, разницы почти не будет, ведь камни идентичные. В игре Assassin's Creed Origins средний фпс в районе 41 кадра. Тут прирост, как и в большинстве игр, где упор идет на частоту где-то на 7-8 кадров. И такую же ситуацию можно наблюдать и в других проектах, разница почти всегда будет где-то 5-10 кадров, но это лишь в стоке. Также ныне популярный и востребованный процессор на сокете LGA 1151 V2. Думаю, этот разъем будет популярен еще как минимум пару лет, особенно на фоне удешевления всех процессоров. Тем более, что некоторые не гнушаются покупать БО камни с рук. Конечно, это помогает сэкономить, но всегда лучше покупать новый продукт. И чтобы вы могли действительно сэкономить, но не во вред качеству, рекомендую заглянуть под видео, там я оставлю ссылки на магазины, где процессоры из этого видео можно купить по очень выгодным ценам. А теперь перейдем к характеристикам. У Core i3-800 4 ядра с таким же количеством потоков, основная частота 3600 МГц, разгон, ясное дело не предусмотрен. У Intel с этим делом среди камней бюджетного сегмента все довольно посредственно. Однако брать Core i3-800 лучше всего под домашние сборки для не очень требовательных к ЦП игр. Еще неплохим вариантом будет закупка этих процессоров под офисные ПК, тем более, что это неурезанная версия и тут есть встроенное графическое ядро, так что получится нехило сэкономить. Однако хочу заметить, что из-за сильной популярности у Core i3-800 неплохо подскочила цена примерно на пару тысяч. Поэтому лучше всего опереждать некоторое время, скорее всего, с выходом 11-го поколения цены стабилизируются и покупка будет более оправданной. Выход третьего поколения Ryzen многих обрадовал в свое время. Сильнее всего это касается бюджетного сегмента. Дело в том, что по сравнению с прошлыми моделями даже в Ryzen 3 3100 была предусмотрена многопоточность. Для сравнения, в каком-нибудь Ryzen 3 2 300X этого не было, и уж тем более в Ryzen 3 3 300X. Более того, вдвое была увеличена кэш-память третьего уровня, 8 МБ раньше против 16 МБ сейчас. Все это, да и еще в одном флаконе с новой архитектурой, большими частотами и тем же TDP делают третье поколение на уровень производительнее и совершеннее, чем все прошлые Ryzen. По своей производительности этот камень даже превосходит шестиядерный Ryzen 5 2600 на несколько процентов. И если рассматривать разные опросники, где живые пользователи выбирают между этими двумя процессорами, то явным победителем будет именно Ryzen 3 3100. Другими словами, если для вас не важнее цифрохарактеристика, реальная производительность, то возможно выгодно будет собрать свой компьютер на базе данного камня. Если же вы планируете апгрейд с первого или второго поколения процессоров, лучше повременить с этим или накопить на более производительные варианты уровня Ryzen 5 3600 или ранее разобранного 3 3300X. И последний в этом топе процессор. Его я брать советую в домашней сборке, больше предназначенной для работы, чем для игр. Хотя, конечно, вы сможете играть, особенно при грамотном подборе оперативной памяти и ее дальнейшем разгоне, так как тут предусмотрена встроенная графика с 11 ядрами и частотой 1400 МГц. Это, например, позволит вам без неудобств насладиться разными нетребовательными мобо-играми или какими-нибудь инди-проектами. Но вот в случае трехмерных новинок приемлемых результатов не следует ожидать. Что касается основных характеристик, мы имеем 4 ядра и 8 потоков с максимальной частотой 4,2 ГГц и с объемом кэш-памяти в 4 МБ. Примерно такие же характеристики были у Ryzen 5 2400G. Единственным минусом можно было бы назвать использование архитектуры второго поколения Ryzen, то есть Zen+, так что называть этот камень экземпляром из третьего поколения было бы не совсем честным. Это скорее немного более улучшенная версия своего предшественника с более высокой частотой по основным ядрам, а также по ядрам встроенной графики, так что некоторый буст все же имеется, как и смысл переплачивать по сравнению с тем же Ryzen 5 2400G. Итак, видео подошло к концу. Если вы досмотрели до этого момента, обязательно прошу вас поставить лайк и подписаться на канал. А в комментариях можете высказать свое мнение насчет представленных камней. Ну и разумеется, не забывайте нажимать на колокольчик уведомлений. А на этом все, до скорых встреч!